Сегодня выступить на этой виртуальной сцене с одной из моих любимых тем. Это искусство сервиса и продаж в магазине одежды. Дело в том, что одноименный курс стартует в нашей онлайн-школе вот уже в марте месяце. И я расскажу немножечко о том, каким образом мы его строим и как можно принять участие в наших онлайн-курсах. Ну, для начала, коротко обо мне. И если кто-то знаком со мной, уже бывал на моих выступлениях или мы где-то встречались, может быть, на других фэшномероприятиях, поставьте плюсики, чтобы я понимала, насколько знакомая для меня аудитория сегодня. Буду очень признательна. А пока коротко расскажу о себе для тех людей, которые пока еще со мной не знакомы. Я генеральный директор и основатель компании Fashion Advisors. И буквально совсем вот с недавних пор, с апреля 2020 года, я также являюсь основателем первой онлайн-школы в фэшн-бизнесе Fashion Advisors School. Ну, конечно же, мы тоже набили немало шишек. Мы тоже начинали вот прям, скажем так, с места в карьер, потому что до этого я никогда не планировала, что мои курсы, мои тренинги будут проходить в онлайне. И вот, тем не менее, пандемия многое изменила. Если хотите познакомиться со мной подробнее, а также получать важную, полезную и интересную информацию для вашего бизнеса, подписывайтесь скорее на мой Инстаграм. Внизу этого слайда он указан, Мария Герра. И также на ТикТок. Там только между словом Мария и Герра стоит еще маленькая точечка, важный нюанс, чтобы меня вы тоже могли найти на этой прекрасной платформе. В ТикТоке я также выкладываю короткие ролики, чтобы вы могли показывать их даже своим сотрудникам или подписать их также на меня, чтобы они могли применять полезные знания, навыки и умения в своей работе. По продажам там особенно большой процент видеороликов. Конечно же, также у меня есть для вас небольшой подарок. У нас есть бесплатный чат в Телеграм. Телеграм. Чат исключительно для владельцев фэшн-бизнеса. Для того, чтобы попасть в чат, вам необходимо, это очень важно, установить приложение Телеграм. Многие про это забывают и пишут, что добавьте нас в чат, а самих участников в Телеграме нет. Поэтому для начала качаем приложение, регистрируемся и пишите мне. Вот здесь есть имя моего аккаунта «Хочу в чат в фэшн-бизнес». Напишите, и мы вас подключим. Там уже много всего интересного, полезного, материалов. Вся история абсолютно, которая была до вашего вступления в чат, вам также будет доступна. Ну что, ближе к делу я предлагаю приступать прямо к нашему сегодняшнему мастер-классу. Я очень люблю цитату Генри Форда, которая звучит так. «Вы не боитесь то, что обучите своих сотрудников, и они от вас уйдут». На что Генри Форд ответил. «Я боюсь, что они не обучатся и останутся». Дело в том, что многие владельцы фэшн-бизнеса считают то, что у продавцов должно быть в крови продавать, уметь продавать, уметь работать с покупателем. И, к сожалению, это не так. Дело в том, что это не является нашим с вами безусловным рефлексом, как какие-то другие наши навыки, которые нам даются с самого рождения. Поэтому продажам, продукту и сервису необходимо обучаться. Для того, чтобы был успех в продажах, как вы видите, важно обязательно знать свой продукт. Вы уже сегодня поймете, почему, когда мы перейдем к следующим слайдам. Когда вы не знаете продукт, когда ваши сотрудники не знают свой продукт, они не знают о том, какую уникальность, какие товарные преимущества презентовать, какие свойства материалов, какова история бренда. Это все нужно знать для того, чтобы правильно строить аргументы для своего клиента в пользу того, чтобы он мог приобрести ваш товар. Также важно знать продажи, обладать навыками в продажах. Это психология покупателя, это уметь правильно выявить потребность вашего клиента, уметь работать с его сомнениями и возражениями. Тот самый этап, когда неопытные сотрудники думают, что продажа уже сорвалась, а на самом деле работа с продажами только начинается. Дальше комплексные продажи, то есть увеличение средней комплексности чека, когда вы продаете максимальное количество товаров в одни руки вашего одного покупателя. Ну и, конечно же, это решение конфликта. Дело в том, что проявлять искренний сервис, быть дружелюбным, быть приятным собеседником очень легко, когда вы работаете с лояльным клиентом. Когда вы столкнулись с конфликтом, здесь уже совершенно другая ситуация, и она требует особых навыков. Дело в том, что инстинктивно большинство продавцов начинают защищать свой магазин, оборонять свою позицию, то, что мы были правы, это вы не правы, из-за вас произошел конфликт, и не умеют правильно давать нужную эмоцию даже в такой стрессовой ситуации, поддержку и нужную эмоцию своему клиенту. Ну и, наконец, это знание по сервису, то есть уметь управлять своими эмоциями, считывать эмоции своего клиента, дарить ему правильный эмоциональный настрой, это правильно выстроить атмосферу в магазине и сделать так, чтобы клиент чувствовал себя уникальным, то есть чувствовал к себе особое отношение. Если так это все объединить, все, что сейчас есть на этом слайде, то получится, что неопытный продавец, он убеждает и думает, что именно это, то есть убеждение приводит к продаже, а опытный продавец формирует ценности и продает практически не напрягаясь, собственно, об этом и есть искусство сервиса и продаж, о котором мы сегодня с вами говорим. Каким образом можно обучать сотрудников? Конечно же, в первую очередь наиболее высокую эффективность приносят оффлайн-тренинги от внешних бизнес-тренеров, и это также является одним из самых, скажем так, бюджета-емких способов, да, ну и результат тоже, как правило, идет соответствующий. Следующим пунктом идут онлайн-курсы по продажам, продукту и стилистике. Дело в том, что обучение продукту – это то, что вы можете получить либо от своего поставщика, либо самостоятельно сформировав нужный объем знаний и умений, которые вы хотите передать своим продавцам. Ну, также здесь у нас еще и стилистика. Дальше тренинги по продукту от поставщиков, ну, мы их уже так вот упомянули. Кстати, вот у нас чат уже, к сожалению, отключен, но для меня, конечно, очень важно, когда мы работаем с поставщиками, то, что не все поставщики считают необходимым обучать свою розницу. Те поставщики, которые поняли то, что розница должна быть обучена, они должны знать свой ассортимент, с которым они работают, конечно же, они пожинают более такие, как сказать, плоды в виде более высоких продаж, чем у своих конкурентов. То есть компания оптовая растет, поэтому, если вы являетесь поставщиком и работаете с оптом, имейте в виду, поставьте себе галочку, прямо сейчас запишите где-то на листочке бумаги, то, что важно проводить обучение своему продукту у своих клиентов, у розницы, которая вас закупает. Дальше внутренние тренинги по продажам и по продукту также вкупе с наставничеством. То есть, когда у вас приходит новый сотрудник, вы проводите для него внутренний тренинг, некоторые записывают это на видео, выкладывают мини-видео обучение в YouTube для того, чтобы был доступ по ссылке. Не обязательно зарабатывать миллион лайков и миллион просмотров, вы можете просто дать доступ по ссылке для своих продавцов. И, конечно же, наставничество – это когда наиболее профессиональные сотрудники вашей компании наставляют новых стажеров, тех, у кого еще не было опыта, те, кто у вас работает совсем недавно. Дальше предоставить возможность самообучения. Вот видите, у нас такая как лестница, так и идет вниз, то есть начинать от наиболее эффективного, заканчивая тем, что приносит меньше эффект, но это must-have. То есть в вашем магазине всегда должна быть возможность самообучения ваших сотрудников. То есть подготовьте материалы, о чем ваш бизнес, с чем вы работаете, что за продукт, который вы продаете, в чем заключается концепция и уникальные конкурентные преимущества вашей компании, что должны знать ваши сотрудники. И у них этот доступ должен быть всегда к этим материалам. Что это могут быть за материалы? Опять-таки, это могут быть видеоролики, это могут быть презентации, это могут быть какие-то даже распечатанные брошюры. И как минимум это обязательно должно быть на доске мотивации, которая у каждого обязательно должна быть в подсобном помещении, мы делаем линейную версию того, что должны знать ваши сотрудники. То есть эта доска мотивации, как правило, находится где-то в зоне, где ваши сотрудники часто проводят время, перекус какой-то или зашли там как-то перевести дух между продажами. И в этом случае доска мотивации всегда должна быть перед глазами ваших сотрудников. Тогда вы увидите соответствующий результат. При этом сразу хочу вас предупредить, что искусство сервиса не приносит результат в следующих случаях. То есть это не та таблетка, которая решает абсолютно все проблемы и работает безоговорочно. Три случая, когда это происходит, искусство сервиса и продаж работать не будет. Если продавец не любит свою работу. Это, кстати, часто встречающаяся ситуация, к сожалению, когда сотрудники приходят работать продавцом из-за того, что у них возникла временная нужда, им нужно быстро заработать деньги, находят способ быстро устроиться на работу. Так как у нас высокая текучка в продажах бывает, мы видим то, что они устраиваются именно работать продавцом и вынуждены недолго перевести немножко дух, заработать немножко денег. То есть это не то, что продавец считает своим призванием. Как правило, порядка 10% как минимум в компаниях это именно такие люди. Бывает даже больше. 10% это те, кто мне признавались на оффлайн-тренингах у моих клиентов. Второй пункт. Когда продавец не знает свой продукт. Каким бы искусством сервиса вы ни владели, какие бы навыки в продажах у вас ни были, если продавец не знает, чем он работает, не знает уникальных конкурентных преимуществ своего товара, он не сможет его продать, какой бы клиент-ориентированный сервис он ни оказывал. Потому что если мы возьмем одно и то же черное платье, оно может стоить в диапазоне, я не знаю, от 1000 рублей до 500 тысяч. То есть в зависимости от ценового сегмента, в зависимости от брендов, в зависимости от материалов, от эксклюзивности и так далее. То есть это все будут черные платья. Чем отличается именно ваше? Наверняка оно будет стоить дороже, чем самый дешевый вариант за 1000 рублей. Наверняка у него будут какие-то свои особенности у его материала. При этом особенности материалов также должны ваши сотрудники знать, потому что, как правило, если вы продаете товар, сделанный из полиэстера, и при этом он стоит достаточно дорого, у продавцов начинают дергаться глаз, и они не знают, как это можно вообще продать, потому что это же искусственный материал, а, нет, это же синтетика, это синтетика, и синтетику, как ее можно продать, если она стоит достаточно дорого. То есть про то, что полиэстер в полиэстеру рознь, и то, что порой это очень технологичный материал, который обладает своими преимуществами, сотрудники об этом могут и не знать, если их этому не научить. Например, в чем у нас могут быть плюсы полиэстера? Да в том, что, как минимум, вы можете его постирать, повесить на вешалку и не гладить. Это очень важно для тех женщин, которые ездят в командировку. Для них намного лучше недолгое время провести в платье и синтетике, которая не помнется в багаже, даже если оно будет помятым, его достаточно немножко смочить водой, и оно опять будет уже без заломов, без каких-то внешних несовершенств. Поэтому у каждого материала есть свои преимущества, и о них ваши сотрудники должны знать. Ну и, наконец, третий важный пункт – это когда продавец не умеет управлять своим настроением. Дело в том, что жизнь вообще, она довольно-таки скучная штука, если не уметь ее разнообразить, и если не уметь выныривать из рутинности своей работы. А работа продавцом – это такая штука достаточно рутинная. Я думаю, что если вы периодически работаете в своих магазинах в качестве продавца, вы об этом наверняка знаете. И получается то, что вот из-за этой самой рутины, то, что приходит один покупатель, «Здравствуйте, что вам подсказать?» «Не делаем так, сразу говорю». «Да нет, спасибо, я сам посмотрю». «Ну ладно, смотри, пойду, присяду пока на свое место». То есть это все приводит в результате к рутине. Сотрудники начинают думать, «Ну, если я уже работаю там какое-то время в своем магазине, ну, в магазине одежды, значит, я уже стал хорошим профессионалом». И почему-то у многих сотрудников хороший профессионал – это не тот человек, который умеет выявлять потребности, а тот человек, который умеет щелк, и вот так вот вангует, и сразу сканирует, может человек купить или нет на входе. Такой ложный профессионализм, с которым сталкиваются очень многие продавцы. Дело в том, что это не зависит от профессионализма. Вы не можете узнать на входе, купит у вас человек или нет, потому что даже человек, у которого нет возможности купить в вашем магазине, может выглядеть как миллионер, то есть если умеет правильно одеваться. И также тот сотрудник, тот покупатель, который зашел в ваш магазин и обладает возможностью приобрести у вас на крупный чек какую-то покупку сделать, он может выглядеть совершенно неприятным образом для ваших продавцов. Это может быть девушка после спортивного зала, после бани, может быть просто вообще это молодая мама, которая при этом является бизнес-вумен, и у нее есть буквально 5 минут, чтобы сейчас купить дорогущее платье и завтра попасть на мероприятие. При этом она выглядит так себе, потому что в этот день она сама проводит, предположим, этот день с ребенком. Я думаю, что сейчас многие себя в этом узнали. Вот, ну то есть покупатель, вне зависимости от своего внешнего вида, должен получить внимание и клиент-ориентированные отношения от ваших продавцов. Так, ну что, я предлагаю нам немножко оценить, как у нас развивался фэшн-бизнес, какие у нас были изменения, начиная с 90-х и то, что происходит сейчас, потому что многие бизнесмены, которые стартовали в это сладкое время, в 90-х, сейчас столкнулись с той ситуацией, что бизнес совсем другой, и почему-то те педали и рычаги, которые работали раньше, блин, не работают вообще. Что же с этим можно делать? Итак, 90-98 год. Это был период дефицита, как вы помните, и продавалось все, что не приколочено. То есть все, кто начинали заниматься бизнесом, привозили что угодно, каким образом угодно, вне зависимости от анализа продаж, от стандартов сервиса. Вообще это все было неважно. Обувь покупали на картоночках, примеряли одежду, завешивая ширмой на рынках, и покупатель был счастлив. Сейчас, когда эти люди, которые работали на рынке, открыли свои магазины, они не понимают, что еще покупателям надо. Вот те времена были. Вот они, как правило, в этот момент так смотрят немного наверх и вспоминают эти сладкие времена. Они ушли, к счастью или к сожалению. Бизнес изменился, рычаги управления тоже изменились, и вам предстоит под это все дело тоже подстраиваться. Итак, с 98 по 2008 год. Что происходит? Рынок начал перегреваться. То есть конкуренция стала расти, стало больше предложения, стал немножко снижаться спрос. И тут уже начинает вступать в понятие, начиная вступать в дело такое понятие, как цена-качество. Это то, что сейчас тоже не работает, но качество должно было соответствовать цене. Дальше, с 2008 года по 2020 год. У нас развивается e-commerce, начинают продавать все больше в интернете, и потихоньку начинают понимать те, кто работали в оффлайн-рознице, что что-то не так. Почему они приходят, примеряют у меня, а идут покупать в другую, ну, идут покупать в онлайне, в интернет-магазине. А вот что не так. Дело в том, что там может отличаться цена, там более удобные условия поставки, ну и так далее. То есть могут быть очень разные причины для этого. Дальше, март 2020, наши дни. Ну, вы знаете, что произошло в марте 2020, наступила пандемия. Сейчас мы работаем в периоде постпандемии. Дело в том, что на некоторое время e-commerce становится единственным каналом покупок. Мы все с вами это видели. Покупатели соскучились по личному общению. И сейчас часто многие относятся к покупке в оффлайн-магазине как к изысканному деликатесу. Потому что если нужно просто что-то купить, быстро получить, это делают заказы на маркетплейсах и так далее. То есть сейчас оффлайн-розница либо предоставляет уникальный сервис, умеет заинтересовать своего клиента, либо покидает рынок. Поэтому клиент ожидает соответствующего отношения и сервиса к себе в ответ. Что же такое искусство сервиса? Сервис – это заботиться о клиенте, это предвосвещать его ожидания при любом контакте с сотрудниками, управляющими или собственниками магазина. При этом это именно клиента-ориентированное обслуживание. Это не когда мы… Помните, как в фильме «Красотка», кстати, к сожалению, часто встречаются подобные продавцы в премиальном сегменте, когда встречают покупателя тоже по одежке и в результате такого отношения продажа просто стремится к нулю. Поэтому сервис – это в первую очередь глагол. Сервис – это заботиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Коллеги, я снова с вами. Что-то случилось с системой, меня почему-то выбросило. Но, как видите, я к вам очень быстро вернулась. Так, при этом я вижу, что мне тут начали писать наши сегодняшние участники, что такое e-commerce. Да, это онлайн-продажа. Сегмент e-commerce подразделяется на несколько, скажем так, на несколько сегментов. То есть это могут быть собственные интернет-магазины, это могут быть маркетплейсы, это может быть продажа в социальных сетях, ну и так далее. То есть e-commerce – это, в принципе, продажа при помощи интернета. Дальше передвигаемся с вами к следующему слайду. Сервис – это стремление сделать человека счастливым. И это самое стремление находится внутри каждого из нас. Что мы с вами можем сделать? Мы можем сделать комплимент, мы можем улыбнуться, мы можем предложить как минимум стакан воды или же помочь сориентироваться в торговом центре. Дело в том, что сервис – это, скажем так, такая субстанция, которую невозможно включить или выключить. Сервис, он либо есть, он проявляется во всем, либо сервиса нет и просто компания не является клиентоориентированной. То есть если вы улыбаетесь всем своим покупателям, а зашедший потенциальный клиент спрашивает, простите, а где здесь фудпорт? Куда я могу пройти в вашем торговом центре, чтобы перекусить? И продавец на него смотрит, мы здесь справки не даем. То есть это не клиентоориентированный сервис, это нечто другое. И этот магазин, я думаю, что далеко не пойдет. Дальше. Исключительный сервис – это, конечно же, ответные объятия ваших клиентов, потому что когда вы их обнимаете, даете им заботу, даете им клиентоориентированное обслуживание, вы получаете такое же отношение в ответ. Когда покупатели чувствуют заботу и участие, они дарят те же самые эмоции вам взамен. Они улыбаются, они оставляют чаевые, делают подарки, расхваливают вас знакомым и в итоге приводят этих самых знакомых к вам. Ну, то есть, если вы получали когда-либо или ваши сотрудники какие-то приятные поощрения от ваших клиентов, например, это там чаевые или какие-то подарки к праздникам, это означает, что вы на самом деле нравитесь им и вы даете им ту самую эмоцию, за которую они хотят вас благодарить. Что же мы можем сделать для нашего покупателя? Конкретно, да, что мы можем сделать прямо по пунктам? Во-первых, это обращаться по имени, и это самый частый предмет для спора и в нашей онлайн-школе, и на моих тоже тренингах нужно в оффлайне. Обязательно мы должны знакомиться с клиентом. Для того, чтобы обращаться не «эй, девушка», или еще хуже говорить «в третьем лице» между продавцами, она обращаться или он, если у вас мужчины покупают, вы должны знать, как вашего клиента зовут. Для этого нужно с ним познакомиться. Дальше, мы можем улыбаться, показывать наше расположение. Третье, мы можем предложить напиток. Как минимум вода, как максимум. Я знаю, что некоторые компании также предоставляют выпить даже бокал шампанского. Четвертый пункт – это позвонить, когда пообещали. Если вы ожидаете поставку, ваш клиент не мог получить, скажем так, как тот товар, за которым он пришел, это означает то, что если вы сказали, что позвоните ему, когда он поступит, вы должны это сделать. Если никак товар не приходит, уже там прошло, предположим, два дня, ассортимент все еще у вас не пополнился, значит, мы звоним клиенту и говорим, что пока хороших новостей нет, как только поступит, мы сразу скажем. И периодически эти звонки вежливости делать необходимо, если ваш клиент чего-то ждет, то, что что-то должно поступить в ваш магазин. Следующий пункт – это продемонстрировать знание товара. Дело в том, что мы думаем, что то, что знаем мы, это знают все. Это не так. И то же самое касается вашего товара. Часто покупатели не знают, как за ним правильно ухаживать. Часто они не знают, что и с чем можно сочетать. Часто они не знают увлекательной, интересной истории того бренда, с которым вы работаете. Следующий пункт – это сделать комплимент. Дело в том, что мы в нашей с вами любимой стране, вот у нас такой менталитет, что хвалить кого-то, быть в хорошем расположении духа, улыбаться, почему-то у нас это не принято. У нас лучше искренняя недоброжелательность и угрюмость – это намного лучше, чем притворное хорошее отношение. На самом деле, хорошее отношение может быть непритворным, если научиться правильно управлять своим настроением. Итак, делать комплименты – это правильно, но есть один маленький такой нюанс, на который тоже сразу обращу внимание. Большая разница, если вы скажете, ой, какая у вас стильная сумочка. Это правильный комплимент. Неправильный комплимент – это если мы скажем, ой, какая у вас стильная сумочка, а сколько она стоит? Или, а где вы ее купили? Ограничьтесь просто на комплименте. Следующий вопрос задавать не надо, только похвалить и все. Дальше. Мы должны внимательно выслушать, прежде чем что-то предлагать. То есть мы не предлагаем то, что мы считаем подойдет нашему клиенту. Мы сначала его выслушиваем и выявляем его потребность. Мы никогда не используем негативных оценок. И если нам что-то не нравится или мы чувствуем какой-то негатив, мы, конечно же, должны говорить об этом правильно, не используя никаких негативных оценок. Только добро и только положительный настрой. Когда это будет в вашем магазине, вы увидите, как на это реагируют ваши покупатели. Есть также несколько законов клиента ориентированности. Закон номер один. Клиент ориентированность, она состоит не в том, чтобы открыть уникальный магазин. Она в том, чтобы каждый посетитель мог чувствовать себя окруженным заботой и вниманием. Закон номер два. Клиент не всегда прав, как человек, но всегда прав, как клиент. Это тоже нужно иметь в виду. Закон номер три. Не продавайте клиенту. Помогайте ему покупать. Когда мы настаиваем и убеждаем, мы ему продаем и, правильно даже сказать, втюхиваем, впариваем. Когда мы помогаем ему покупать, мы узнаем, что же он хочет приобрести, в чем его потребность. И мы помогаем ему найти отражение этой потребности среди нашего ассортимента. Закон номер четыре. Стремление к взаимной выгоде с каждым клиентом это фундамент клиента ориентированности. Закон номер пять. Действуйте с каждым клиентом так, чтобы сделать его клиентом на всю жизнь. Кстати, что касается клиентов на всю жизнь, я настоятельно рекомендую прочитать вам книгу Карла Сьюэла, который называется «Клиенты на всю жизнь». На самом деле своих клиентов нужно полюбить и уметь им об этом говорить. Ну а теперь самый ценный слайд моего сегодняшнего выступления. Тот, кто там только что присоединился, вы успели вовремя. Лайфхак. В течение дня при общении с людьми мысленно повторяйте фразу «Я тебя люблю». Особенно если этот человек вам неприятен, и тот человек, с которым вам не удается никак складывать отношения. То есть, ну что-то не получается, какие-то шероховатости или клиент сложный. С легкими это будет вообще хорошо работать, с легкими клиентами. С тяжелыми это также поможет вам больше продавать. Что дает эта фраза, когда вы ее держите в своей голове? Выражение вашего лица становится более доброжелательным. Взгляд становится более заинтересованным, а атмосфера общения между вами и клиентом становится более комфортной. Ну, как вы знаете, то, что сам процесс продажи состоит из пяти основных этапов. Первый этап – это приветствие. Следующий этап – это установление контакта. Дальше у нас идет выявление потребностей, презентация товара. И, наконец, финальное, уже видите, прямо перед самой продажей, это работа с сомнениями и возражениями. Ну и как результат у нас счастливый покупатель с горой покупок, с горой подарков, во всего. Каким образом мы можем детально рассмотреть все эти этапы? Этап номер один – приветствие. Как он выглядит в деталях? Во-первых, это улыбка. Улыбка – это must-have вообще. Научите своих сотрудников чаще улыбаться, потому что, ну, я всегда с юмором говорю тоже своим участникам курсов и тренингов о том, что улыбка – это как минимум красивое выражение лица в старости. Хотите выглядеть угрюмыми и страшными, посмотрите, вы все равно в любом случае никуда мы от этого не денемся. Если хотите выглядеть красиво, улыбайтесь чаще. Вы видели старушек, которые с счастливым выражением лица, видно, что часто улыбалась, была счастливой, и вот этих вот угрюмых старух просто, у которых вот эти вот уголки рта напущены вниз, и они, в принципе, видно, что недовольны были жизнью и всеми людьми, которых их окружают. Второй пункт – это контакт глазами с покупателем. Улыбка и контакт глазами с покупателем – это два важных пункта must-have, которые должны быть обязательно. Третий пункт – это уже приветствие. Приветствие может быть разным. Мы можем иногда просто кивнуть. Если есть контакт глазами и улыбка, то покупатель и так увидит то, что вы кивнули и поприветствовали. Например, кивок для тех, кто заходит в наш магазин и говорит по телефону. Мы можем опять полностью сказать «Добрый день!» «Добро пожаловать в магазин», не знаю, в название магазина. Что немаловажно, мы обязательно приветствуем каждого вошедшего посетителя. Ах, да, чуть не забыла. Если у нас нет контакта глазами, то даже если вы будете кричать «Эй, добро пожаловать!» «Рады вас видеть!» Или там даже что вам подсказать, любимый, он очень многих продавцов, это нельзя говорить, вас не услышат, потому что контакт глазами это важная часть. Зависает немножко. Дальше мы с вами переходим к установлению контакта. Мы даем покупателю время осмотреться в магазине и ждем от него знак. Знаком может быть, если покупатель взял товар в руки, заинтересовался определенной зоной товара или же ищет взглядом продавца. Увидели знак, сразу начинаем работу. Что говорить, расскажу чуть позже. Если нет знаков, ждем одну, супер максимум, две минуты и после этого вступаем в контакт с покупателем. В то время, пока еще у нас в процессе идет установление контакта, мы находимся неподалеку от нашего покупателя, ни в коем случае не следуем за ним шаг в шаг, не поправляем товар, который он трогал до этого и ни в коем случае не находимся сзади. Очень многие продавцы совершают все три эти ошибки. Как надо. Находимся слева или справа от покупателя и делаем вид, что занято своей рутинной работой. Проверяем ценники, поправляем выкладку. Ну, то есть, все как будто бы, вот как оно должно быть. Все органично и красиво. С чего начать беседу? Наверняка тоже для вас это очень важный слайд, который тоже вы сохраните и будете использовать в своей работе. Первое. Если покупатель чем-либо заинтересовался, начинаем беседу с нейтрального комплимента. Если с ребенком пришел в детский магазин, то комплимент ребенку, либо же комплимент взрослому, если мы работаем в магазине женской или мужской одежды. В случае с ребенком это будет какая красивая игрушка, платье, заколка и так далее. Либо же просто похвала выбора товара. Хороший выбор. Я просто в этой презентации старалась охватить максимум для всех магазинов одежды и женской, и мужской, и детской. Второй пункт. Это краткое описание. Например, это платье из нашей новой коллекции состоит полностью из натуральных материалов, выполнено в модных цветах этого сезона и так далее. Третий пункт. Это вопрос. Какой у вас размер? Какой цвет вам нравится больше? Какую одежду вы выбираете для праздника или для повседневного стиля? Четвертый пункт. Помните про имя, которое мы с вами должны узнавать? Вот оно. Представиться и спросить имя покупателя. Кстати, меня зовут ваше имя. А как я могу обращаться к вам? Наверняка ваши продавцы начнут говорить то, что я не буду этого говорить, а вдруг мне скажут называйте меня моя госпожа. Я столько раз это слышала, вот честно скажу, то, что они начинают переживать то, что как я буду узнавать имя клиента. А если это магазин мужской одежды, он придет с женой, она же не так меня поймет. Самое главное не что вы говорите, а как вы это говорите. То есть, если мы органично встраиваем эти вопросы в свою речь, это будет звучать абсолютно гармонично и правильно. И если один, может быть, процент из ста вам скажет обращайтесь ко мне моя госпожа, вы можете тоже перевести это в шутку и продолжить уже в более такой дружественной атмосфере общаться со своим клиентом. Главное, не теряйтесь. Третий пункт, третий этап это выявление потребности. Если мы не знаем, что хочет приобрести наш покупатель, мы не знаем, что мы можем ему предложить. Если мы пытаемся сканировать и сканировать покупателя и понимать с полуслова, что же он хочет у нас приобрести, или начинаем вводить его по всему нашему магазину, начинаем, здесь у нас вечерние, здесь у нас скидочки, тут у нас новая коллекция и так далее, это выглядит, ну, скажем так, плохо. Как аналогист, так и скажу. Это выглядит очень плохо, так делать нельзя. Начинаем с того, что выявляем потребность нашего клиента. Это не глупо, это правильно. Активное слушание это один из методов, который позволяет нам узнать то, что хочет приобрести в наших магазинах клиент. Активное слушание означает постоянное внимание и к информации, которую говорит ваш собеседник, и к его эмоциям, то есть, как он это говорит. Что собой подразумевает активное слушание? Это принятие собеседника таким, какой он есть. Это контролировать эмоции и субъективные оценки, которые могут помешать понять то, что вам говорят. Это зрительный контакт на уровне глаз. Это задавание правильных вопросов. Это внимание не только ко взрослому, но еще и к ребенку, если вы работаете в магазине детской одежды. Каким образом мы с вами можем построить клиентоориентированный сервис в своем магазине? Какие шаги для этого нужно предпринять? Как вообще выглядит эта лестница? Во-первых, первое, что вы должны предоставить для своих продавцов, это комфортные условия и эффективная программа мотивации. Если у вас нет комфортных условий работы и программа мотивации у вас оклад плюс процент, что сейчас абсолютно неактуально для текущего современного рынка, то, к сожалению, ни один клиентоориентированный сервис, ни одна концепция у вас попросту не приживется. Следующий пункт это тщательный подбор сотрудников. Если вы выбираете на безрыбье и раков в свою команду, это означает, что не каждый из них сможет предоставлять клиентоориентированный сервис и обслуживание вашим покупателям. Третья ступень это наличие адаптационных материалов для ваших новых сотрудников. Это стандарты сервиса, регламент работы и описание ассортимента и материалов, из которых он состоит. И следующий, наконец, уже четвертая ступень это контроль и поощрение качества обслуживания. Мы также предоставляем обучение искусству сервиса и продаж в нашей онлайн-школе. Уроки в нашей онлайн-школе состоят из следующих пунктов. Это видео-уроки, домашние задания, зум-вебинары, проверка домашних заданий. Что выгодно еще также отличает нашу онлайн-школу, то, что у нас выгодная цена относительно офлайн-курсов. И, конечно же, есть возможность учиться в любое время с любого устройства и выстраивать процесс обучения так, как комфортно именно вам. Все это наша онлайн-школа Fashion Advisor School. Ссылка на нашу онлайн-школу, самая первая строчка, можете переходить, посмотреть, сохранить, посмотреть немножко позже, пока у вас сегодня такой насыщенный день вебинара. Переходите по этой ссылке, выбирайте подходящий для вас курс и приступайте к обучению прямо сейчас. Сайт нашей компании fashionadvizers.ru мой мобильный телефон, на который вы прям можете писать мне в WhatsApp, это вы видите тоже здесь на экране, электронная почта, ну и, конечно же, мои социальные сети, по которым вы также можете перейти по этим ссылкам и подписаться для того, чтобы получать свежую, интересную и полезную информацию. Ну что, у нас еще осталось буквально пять минут для того, чтобы я могла ответить на ваши вопросы. Вы можете писать их в чат, я с удовольствием их разберу. Если были какие-то интересные или курьезные ситуации у ваших продавцов,